В поэзии Эдуарда Осадова мы поговорим о любви. В первом стихотворении вы узнаете о том, что такое вторая любовь и как надо ценить свою первую любовь. Второе стихотворение посвящено безответной, обидной любви. В третьем стихотворении мы с вами попробуем поговорить о любви не только словами поэта Эдуарда Осадова, но и научимся разговаривать о любви на языке цветов. После стихов вы услышите ших непрезойденных цитатам Арахаям о любви. Что из того, что ты уже любила, Кому-то вспыхнув, отворяла дверь? Все это до меня когда-то было, Когда-то было в прошлом, Не теперь. Мы словно жизнью зажили вторую, Вторым дыханием, песнею второй, Ты счастлива, Тебе светло со мною, Как мне тепло и радостно с тобой, Но почему же все-таки бывает, что незаметно, Изредка, тайком Вдруг словно тень на сердце набегает, И остро-остро колет холодком. О нет, я превосходно понимаю, Что ты со мною встретилась, любя, И все-таки я где-то ощущаю, Что, может быть, порою открываю То, что уже открыто для тебя. То вдруг умело галстук ты завяжешь, Уверенной ли шуткой рассмешишь, Намеком ли без слов о чем-то скажешь, Или кулинарным чудом удивишь. Да, это мне и дорого, И мило, и все-таки. Покажется порой, что все это уже, наверное, было, Почти вот так же, Только не со мной. А как душа порой кричать готова, Когда в минуту ласки, Как во сне, Ты вдруг шепнешь мне трепетное слово, Которое лишь мне, быть может, ново, Но прежде было сказано не мне. Вот так же точно, может быть, порою Нет-нет, и твой вдруг потемнеет взгляд? Хоть ясно, что и я перед тобою Ни в чем был он отнюдь не виноват. Когда любовь вырывается вторая, В наш мир горя, кружая и торопя, Мы в ней не только радость открываем, Мы все-таки в ней что-то повторяем, Порой скрывая это от себя. И даже говорим себе нередко, Что первая была не так сильна И зелена, как тоненькая ветка, И чуть наивна, и чуть смешна, И целый век себе не признаемся, Что, повстречавшись с новой и другой, Какой-то частью все же остаемся С ней самой первой, Чистой и смешной. Двух равных песен В мире не бывает, И сколько б звезд не поманило вновь, Но лишь одна волшебством обладает, И, как не хороша порой вторая, Все ж берегите первую любовь. Пробило десять, в доме тишина, Она сидит и напряженно ждет, Ей не до книг сейчас и не до сна. Вдруг позвонит любимый, вдруг придет, Пусть вечер люстру звездную включил, Не так уж поздно, день еще не прожит, Не может быть, чтоб он не позвонил, Чтоб не вспомнил, быть того не может. Конечно же, нарвался, И не раз, но масса тел, то это, то другое, Зато он здесь и сердцем, и душою. Почему она хитрит перед собой, И для чего так лжет себе сейчас? Ведь жизнь ее уже немало дней, Течет отнюдь не речкой серебрянкой, Ее любимый постоянно с ней, Как хангирей с безвойной полонянкой. Случалось, он под рюмку умирялся Ее душой, так вреда навсегда, Но что в душе той, радость или беда, Об этом он не ведал никогда, Да и узнать ни разу не пытался. Хвастлив или груб он, трезв или хмелен, В ответ ни возражения, ни сдоха, Прав только он, и только он умен, Она же лишь чудачка и дуреха. И еле уж не знать о том, Что он ни в чем никогда с ней не считался, Сто раз ее бросал и возвращался, Сто раз ей лгал и был всегда прощен. В часы невзгод твердили ей друзья, Да с ним пора давно-давно расстаться, Будь гордою, довольна унижаться, Сама пойми, ведь дальше так нельзя. Она кивала, плакала порой, И вдруг смотрела жалобно на всех, Но я люблю, ужасно, как на грех, И он уж все же не такой плохой. Тут бесполезно припираться, И шла она в свой добровольный плен, Чтоб вновь служить, чтоб снова унижаться, И ничего не требовать взамен. Пробила полночь, а в доме тишина. Она сидит и неотступно ждет, Ей не до книг сейчас и не до сна. Вдруг позвонит, а вдруг еще придет. Любовь приносит радость на порог, С ней легче верить и мечтать и жить, Но уж не дай, как говорится Бог, вот так любить. Любить — это прежде всего отдавать. Любить — значит чувства свои, как реку, С весенней щедростью расплескать, На радость близкому человеку. Любить — это только глаза открыть, И сразу подумать еще с зарею, Но чем бы порадовать? А дарить того, кого любишь ты всей душою. Любить — значит страстно вести бои, За верность и словом, и каждым взглядом, Чтобы были сердца до конца свои, И в горе, и в радости вечно рядом. А ждет ли любовь? Ну конечно ждет, и нежности ждет, и тепла, Но только подсчетов бухгалтерских не ведет, Одано столько-то, взято столько-то. Любовь — не копилка в зашкафной мгле, Песни — не свойственно замыкаться. Любить — это с радостью откликаться, На все хорошее на земле. Любить — это видеть любой предмет, Чувствуя рядом родную душу. Вот книга, читал он ее или нет. Груша — а как ему груша? Пустяк — от чего? Почему пустяк? Порой в виде капли в жизнь спасают. Любовь — это счастье вишневый стяг, А в счастье пустячного не бывает. Любовь — не сплошной фейерверк страстей, Любовь — это верные в жизни руки. Она не страшится ни черных дней, Ни обольщений и ни разлуки. Любить — значит истину защищать, Даже восстав против всей Вселенной. Любить — это в горе уметь прощать. Все, кроме подлости и измены. Любить — значит сколько угодно раз С гордостью выдерживать все лишения. Но никогда даже смертный час Не соглашаться на унижения. Любовь — не весенний бездумный бант, И не упреки, что бьют под ребра. Любить — это значит иметь талант. Может быть, самый большой и добрый, И к черту жалкие рассуждения. Все чувства уйдут, как в песок вода. Временное только лишь увлечение. Любовь же, как солнце, живет всегда. И мне наплевать на циничный смех Того, кому звездных высот не мерить. Ведь эти стихи мои — лишь для тех, Кто сердцем способен любить и верить. Мархайям говорил, — не бойтесь дарить согревающих слов И добрые делать дела. Чем больше в огонь его положите дров, Тем больше вернется тепла. Страсть не может с глубокой любовью дружить. Если сможет, то вместе недолго им быть. Показывать можно только зрячим, Песню петь только тем, кто слышит. Дари себя тому, кто будет благодарен, Кто понимает, любит вас и ценит. Я пришел к мудрецу и спросил у него, Что такое любовь? Он сказал, — Ничего. Но я знаю, написано множество книг, Вечность пишут одни, а другие — что миг, То опалит огнем, То расплавит, как снег. Что такое любовь? Это все человек. И тогда я взглянула ему прямо в лицо, — Как тебя мне понять? — Ничего или все? Он сказал, улыбнувшись. Ты сам дал ответ — Ничего или все? Середины здесь нет. В любимом человеке нравятся даже недостатки, А в нелюбимом раздражают даже достоинства. Когда уходите на пять минут, Не забывайте оставлять тепло в ладонях, В ладонях тех, которые вас ждут, В ладонях тех, которые вас помнят. В будущем стихами и цитатами великих людей Мы будем говорить о достоинстве, Счастья, Успехи и о многом-многом другом. До новых встреч!